Согласно статистике, в Российской Федерации курит около 40% населения. Можно с уверенностью сказать, что каждый курильщик знает о вреде своей фагубной привычки. О причинах начать и бросить поговорим сегодня. Про закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, вступившего в силу с 15 ноября 2013 года, слышали все – и стар, и млад. Основная цель этого закона – донести до умов курильщиков всю серьезность их вредной привычки. Напомним, что согласно этого закона, курение в общественных местах и на детских площадках ныне карается штрафом от 1000 до 2000 рублей. Продажа несовершеннолетним табачной продукции физическими лицами облагается штрафом от 3000 до 5000 рублей, должностными лицами от 3000 до 5000 рублей, юридическими лицами от 100 до 150 тысяч рублей соответственно. Помимо этого, за навязывание курения и продажи также введен штраф. Для физических лиц от 2000 до 3000 рублей, для должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 100 до 150 тысяч рублей. Правда, чтобы, так сказать, не ущемлять человеческие права курильщиков, введен и штраф для организации за отказ оборудования мест для курения. Для должностных лиц от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических от 50 до 80 тысяч рублей. Но штрафами за курение этот закон не ограничивается. На каждой пачке сигарет появились пугающие картинки, всего их 12, и увеличенная в масштабах надпись о предупреждении Минздрава. С июня 2014 года вместо привычных витрин с сигаретами в магазинах останется только список продаваемой табачной продукции с названиями и ценой. Кроме того, за прошедший год цена на пачку сигарет возросла в среднем на 20%. Правда, пока курильщики стойко продолжают вдыхать яды за свои собственные деньги, оправдываясь, что бросить курить слишком сложно. Причин сложности в отказе от курения – две. Отсутствие мотивации к отказу от курения и формирование никотиновой зависимости. Отсутствие мотивации, по-видимому, связано с большим временным разрывом между началом курения, с удовольствием от него и развитием болезней, опосредованных курением. Курильщик чувствует себя хорошо и думает, что всегда успеет бросить курить. Во-первых, то, что курит сейчас среднестатистический человек, это вообще не табак. Это смесь картона, которую они перерабатывают на этих фабриках, и вообще каких-то отходов табачного производства. Лично мое мнение о табаке – это очень пагубное пристрастие, поскольку он так же, как и другие наркотические вещества, разрушает, прежде всего, головной мозг, делает хроническими заболевания легких сердцев и сосудов. Когда же появляются болезни, связанные с курением, и возникает мотивация к отказу от курения, физическая и психическая никотиновые зависимости не позволяют это сделать. Формирование никотиновой зависимости, естественно, связано с никотином и его воздействием на рецепторы головного мозга. Вред курения в большей степени опосредован другими 400 составляющими табачного дыма, из которых более 60 являются канцерогенами, в том числе 14 канцерогенов, вызывающих рак. Например, такие ядовитые вещества, как никотин, цианистый водород, фенол, акролин, кадмий, изопрен и т.д. Вредные вещества, содержащиеся в дыме, попадая в легкие, очень быстро начинают всасываться в кровь, которая разносит их по всему организму. И таким образом табачный дым постепенно разрушает весь организм, и, к тому же, нередко становится причиной многих серьезных заболеваний, на первый взгляд, совершенно не связанных с курением. Поскольку, значит, по статистике ВОЗ первое место у нас среди внезапных травм, вернее, причин смерти, именно занимает первое место это сердечно-сосудистые заболевания, то сопутствующее ему курение действует чрезвычайно, значит, вредно на органы и системы организма, ну и, соответственно, значит, рост числа онкологических заболеваний, естественно, он, скажем так, провоцирует, ну, смертность, смертность растет от этого, вот, вот мое личное мнение. Мы решили перечислить болезни, спровоцировать которые может табакокурение. Табакокурение ведет к развитию ишемической болезни сердца, атеросклерозу сосудов всего организма, в том числе головного мозга и ног, раку легких, хронической обструктивной болезни легких, ухудшает течение язвенной болезни, увеличивает вероятность развития рака губы, носовой, ротовой полости, желудка, печени, почек, поджелудочной железы, пищевода и даже шейки матки. Но и это еще не все. Табакокурение способствует развитию сахарного диабета второго типа, остеопорозу. Общее угнетение половой функции характерно для обоих полов. Важный для мужчин вред от табакокурения – это ослабление потенции и нарушение эрекции. У женщин довольно часто развивается фригидность. То есть практически нет такого органа, которому бы не вредило курение. Значит, последствия для подростков – это в том, что неокрепность психики, период полового созревания, различные факторы, которые превращают его во взрослый организм. Здесь табак, он, во-первых, тормозит мыслительную деятельность, вызывает процессы снижения памяти, ну и влияет на успеваемость и, скажем так, и на настроение, потому что у подростков тоже формируется никотиновый синдром раздражения, без сигареты не могут, начинают конфликтовать со взрослыми. Ну а курение у женщин вообще, собственно говоря, это, ну, скажем так, во-первых, ну, раньше вообще вызывало какое-то постыдное, в общем-то, представление, что это. Ну, наверное, скорее всего из-за того, что также как бы психика отдельно, ну, как бы по-своему построена. Значит, курение вызывает, ну, например, какие-то такие эмоциональные срывы, может быть, потому что, если, например, не дай бог, женщине зависимой от сигареты дать, не дать там сигарету, она начинает, ну, какие-то аффективные реакции там всякие. Многие ошибочно считают, что вредят только сигареты. А вот если их чем-либо заменить, то и от вреда избавишься от нюдь. При курении сигар и трубок табачный дым более крупнодисперсный и менее глубоко проникает в легкие, и поэтому риск рака легких у курящих трубки и сигары меньше, чем у курильщиков сигарет, но значительно больше, чем у некурящих. Использование кальянов становится все более популярным в России. Однако курение табака через кальян так же небезопасно, как и курение сигарет, и ведет к развитию рака легких. Электронные сигареты, образующие аэрозоль никотина, позиционируются как содержащие только никотин без вредных примесей. Рекомендуется производителям как замена обычным сигаретам или этап на пути отказа от курения. Однако в Соединенных Штатах Америки в аэрозоле этих сигарет были обнаружены вредные примеси. В целом можно сказать, что электронные сигареты недостаточно изучены и нет четких рекомендаций о возможности или невозможности их использования вместо обычных сигарет. К тому же некоторые производители сертифицировали электронные сигареты как бытовой прибор, что само по себе абсурд. На каждой пачке Минздрав продолжает нас предупреждать. Однако не стоит забывать, что курение – это яд. А значит, возможно, совсем скоро и предупреждать будет некого. Если вы хотите бросить курить, но не знаете, как это сделать, специально для вас мы подготовили второй выпуск на тему табакокурения. До встречи!